Что вносит смысл и красоту в городское пространство? Памятники и скульптура на фасадах в телевизионной программе «Строй». В четверг, суббота и вторник. В четверг вечером 22.30. Здравствуйте! В эфире видеожурнал «Строй». Сегодня мы будем говорить о том, что вносит смысл и красоту в городское пространство. Эта тема опять зазвучала в Нижнем Новгороде, поскольку к осени у нас должны появиться два новых памятника. Академику Сахарову в Щербинках и императору Петру Великому на Нижневолгской набережной. Царь Петр Алексеевич дважды проплывал на корабле мимо этого места и даже останавливался в нашем городе. Полярник, изобретатель необыкновенных ледовых машин Аркадий Николаев всю жизнь жил и работал у нас в Нижнем, в городе Горьком. 6 февраля мы отметили 100 лет со дня его рождения. К этой дате на главном здании Политеха повесили памятную доску. Имя Аркадия Николаева не менее звучно, чем имена его великих современников и земляков Алексеева и Чкалова. Испытатель автомобилей ГАЗа, автогонщик, установивший всесоюзный рекорд скорости 167,81 км в час, а это в 1940 году. Он мог бы быть и летчиком, но полюс недоступности в Антарктиде он покорил за рулем разработанной им же вездеходной машины. В камне вырезана карта маршрута длиной в 2000 км. Советские полярники прошли его за 51 день в 70-ти градусный мороз, чтобы первыми оказаться там, где еще не ступала нога человека. Очень приятно, что наконец вспомнили об отце и опять возникла потребность в его изобретениях, в его машинах. А машину он наделал великое множество, оставил после себя такие памятники, вот как бурильная машина, которая выпускается с 50-го года с сериями и лучше которой до сих пор ничего нет, и мы ее видим каждый день на улицах нашего города. Это бурильная машина. Из-за нее он был удостоен сталинской премии. Аркадий Николаев изобрел 40 принципиально новых машин для работы в условиях вечной мерзлоты. Строительство автодорог и аэродромов на льду, выкапывание траншей и прокладки коммуникаций. Изобретение Николаева – первая полярная техника в Советском Союзе, которая заменила единственных в то время взломщиков льда – кирку и динамит. Это очень смелый и очень настойчивый и очень интересный изобретатель и строитель машин. Конструктор от Бога, великолепный совершенно. Ну, а чисто человеческие качества – это очень настойчивый, очень целеустремленный и очень преданный своему делу человек. Аркадий Федорович Николаев был не только талантливым изобретателем, но и мощным организатором. При техническом университете он основал собственную кафедру строительные и дорожные машины и опытно-конструкторское бюро. Его ученики и последователи научной школы вспоминают, как пытливый ум изобретателя рождал самые нестандартные решения, которые Николаев успешно воплощал. На прорубь, другая прорубь. Расстояние между ними 200 метров. Надо протащить кабель. Как это делается? Через метр делаются лунки, и этот кабель протаскивается. Ну, сейчас рыбу так ловят. Аркадий Федорович говорит, зачем это нужно? Давайте сделаем маленькую ракетку, запустим ее в одну лунку, и пускай она вынырнет в той лунке. Как это так? А очень просто. Все в КБССР начали разрабатывать. А то здесь профессор Слюсарев где-то ходит. Он был разработчик этой темы. Так. Она туда не захотела выходить. Не захотела. Она говорит, что делать? Толя, ты же чемпион России по подводному нырянию. Вот нырни туда, посмотри, что там делается подо льдом-то. То ли Слюсарев туда нырнул, говорит, оказывается, с той стороны лед-то, он вот такой бугристый. Вот что нужно делать. Надо сделать ей нулевую плавучесть, чтобы она не скользила по льду, как сначала ходили, а подходила по дню. Все так и сделали. Успешно закончили эту работу. Трудно сказать, какое из достижений Аркадия Николаева стоит считать самым важным. Изобретение бурильно-скважиной машины, покорение полюса недоступности или, может быть, всесоюзный рекорд скорости. Их хватило бы на несколько жизней, но все соединил в себе он один. Острый ум, жажду открытий и волю к победе. Кулибин и Амун сын в одном лице. Профессор Николаев. Чтобы увидеть памятную доску профессора Николаева, надо подняться по лестнице главного входа политеха. И там в затемненной нише можно ее разглядеть. Символично, что рядом находится доска другого нашего гениального земляка, конструктора Ростислава Алексеева. Для нижегородской горьковской истории 20 века это ключевые фигуры. Алексееву повезло больше. Памятник ему стоит в центре Сормова. Скульптуры на улицах и площадях несут смысл в городском пространстве и, конечно же, украшают его. Мы сегодня говорим об этом. Тем более, что скульптурные элементы разрабатываются в проектах нынешних нижегородских архитекторов. Причем занимается этим молодежь. Типовые многоэтажки, бич советской и современной архитектуры. Огромные серые коробки, которые смотрят на прохожих встроенными рядами стеклопакетов. Неинтересные и безликие. Чтобы разнообразить городской пейзаж, обыграть многоквартирные дома, привнести изюминку, среди участников молодежной студии архитекторов был проведен конкурс на фасадную скульптуру для строящегося жилого микрорайона. Поскольку в основном заказчики и застройщики делают, как правило, в таких жилых микрорайонах, они делают однотипные решения, где-то иногда вводят цветовые какие-то пятна на фасадах. Я думаю, в этом случае они обратились к студентам, чтобы какую-то живинку внести. По требованиям конкурса скульптуры должны быть оригинальными, запоминающимися, простыми и долговечными. И что немаловажно, иметь возможность практического использования и обладать функцией самозащиты от вандалов. Разместить повыше, чтобы не допрыгнули. Призы за первые три места были денежные и для студентов довольно значительные. Ребята креативили как могли. Моя концепция заключалась в том, чтобы изобразить на фасаде некую пластику, придать пластичности этому фасаду. И свои идеи я черпал, скажем так, у архитектора Гауди. То есть я создал такие волнообразные формы и сделал такой глиняный эскиз. Кроме фасадных скульптур, ребятам было предложено разработать идею логотипа для размещения на въездной стелле на территории микрорайона. Форма самой стеллы также стала объектом проектирования. Мой проект заключался в том, что я хотел выделить микрорайон как место, куда люди приезжают после работы, то есть они там живут, отдыхают. И подчеркнуть именно само понятие места. То есть я взял символ, булавку с карт, как Google Maps или Яндекс. К сожалению, организаторы не смогли определить первого и второго места. Но третий занял проект «Птицы», в котором автор использовал зеркальные поверхности на фасаде. У каждой из трех композиционных фигур есть по одному крылу из металлического листа и по второму его зеркальному отражению. Благодаря такой конструкции из любой дальней точки скульптуры будут восприниматься симметрично. Организаторы конкурса предполагают осуществить проект победителя на одном из домов микрорайона. А сегодня уже реализованы идеи логотипа на фасаде готового здания. Молодое поколение архитекторов пробует себя в будущей профессии. И, на мой взгляд, получается у них совсем неплохо. Дерзкие идеи молодых архитекторов выглядят особенно лихо, если вспомнить, что в Нижнем Новгороде над фасадной скульптурой работали великие мастера. У нас есть на что посмотреть, на что ориентироваться, с чем сравнивать собственные дела. Все ли помнят, например, что на улице Рождественской, на фасаде, под открытым небом, стоят шедевры мирового уровня? Об этом рассказывает Мария Тяжелова. Известная формула Витрувия – польза, прочность, красота – в последней своей части в старину понималось буквально. Здания щедро украшали росписями, фресками, лепниной и скульптурами. Такие постройки еще сохраняются в нашем Нижнем. Именно благодаря им мы ощущаем город городом, а не просто поселением или жилым районом. Обычно мы проходим мимо, не задерживаясь, не останавливая взгляд, не задирая головы. Вот здесь, на Рождественской, все-таки советую остановиться и взглянуть вверх. Сюда даже можно посмотреть с горы. На фасаде старинного здания банка – скульптуры, которые обычно можно видеть только в музее. В Москве или в Петербурге, или во Франции, в Америке. Это Каненков – всемирно известный русский скульптор. Начало 20 века. Его скульптуры очень живописные, реалистичные и несут в себе определенные идеи и дух того времени. Мы можем увидеть, что здесь изображены скульптуры. Это аллегория мужчин и женщины символизирует сельхозяйственность и промышленность. Его называли русским роденом, а за его работами, выполненными за 22 года жизни в США, по личному приказу Сталина, зафрахтовали целый пароход. На самом деле у него очень много работ и очень много наград. Он в определенное время работал и во Франции, и в Италии, в Германии. У него были работы на промышленной выставке в нашем городе. И работы хранятся. Кстати, есть работы в нашем музее Дмитрия Середкина. Они очень живые, реалистичные и портретные, вот особенно изображения, да, выявление такой сути, наверное, выявление сути человека, какие-то, ну и такой определенной идеи, замысла. Все это отрождено в эмоциях, в движениях, в самой пластике скульптуры. В Нижегородском художественном музее находятся четыре работы Сергея Тимофеевича Каненкова. Среди них портрет Ольги Николаевны Якунчиковой, созданный в 1908 году. Образ воплощает здоровую красоту и энергию молодости. Любимыми материалами, с которыми работал скульптор, были камень и дерево. Скульптор обращается к дереву. Он рубит своего великосила из цельного куска бревна, как рубили славяне своих идолов. Широко и крупно, не забудьте о пропорциях, свободно отступая от анатомии. Он, само дерево, ведет инструмент скульптора и создает очень яркий, выразительный образ русского богатыря. После поездки в Грецию в 1912 году Сергей Тимофеевич приобщается к искусству древних, воплощает в своих работах красоту греческой архаики. Он использует разные приемы обработки мрамора. От такой нарочито-грубой до гладко-тополированной поверхности, подражающей, подчеркивающей светоносность мрамора. Использует раскраску, инкрустацию. Все это способствует тому, что кора воспринимается нами, как некая археологическая ценность, поднятая из недр греческой истории. Фасадные скульптуры рабочего и крестьянки были установлены на здании банка Рукавишниковых на улице Рождественской в 1912 году. Архитектурный ансамбль был создан при сотрудничестве скульптора с не менее известным архитектором. Это архитектурный комплекс, созданный в 1908-1914 годах. Торговый дом, банк Рукавишников, соединенный с собой флигелем. Комплекс был построен великим русским архитектором Феодором Васильевичем Шехтелем. Он лидер московского модерна. И здание построено в стиле модерн. Модерн характерен обостренным вниманием к красоте, к искусству. Здание этого стиля обильно украшено художественными произведениями. Так получилось и у нас, в Нижнем Новгороде, когда строили этот дом. Банк купцов и Кавишниковых. Существует десятки принципов, по которым строился сам стиль. И самое главное – это синтез искусств, что мы можем наблюдать конкретно с данным зданием. Синтез искусств – это когда архитектура, скульптура, живопись – все это объединяется в одно целое и становится очень красивым, разительным средством для архитектора. Здесь как раз мы можем увидеть объединение и брельефа, и скульптуры, и архитектуры в целом. Два больших столичных мастера работали над одной постройкой в Нижнем. Чтобы увидеть это настоящее искусство, вам не нужно ехать в Москву. Не надо покупать билет в музей. Вы смотрите видеожурнал «Строй». В начале выпуска мы показали, как на главном здании политеха Нижегородского технического университета открыли памятную доску инженеру-полярнику-профессору Николаеву. Рядом висит доска конструктору Ростиславу Алексееву. Но чтобы разглядеть их, надо подняться по ступенькам и там разбирать, что написано и что изображено. Другое дело памятник. Скульптура. Горький. Чкалов. Алексееву повезло. Памятник великому конструктору создала Нижегородский скульптор Татьяна Холуева. Очень необычная экспозиция впервые представлена в залах Нижегородского государственного художественного музея. А необычная она тем, что дает представление о работе скульптора-монументалиста. Пространство музейных помещений весьма ограничено. Не просто было решить задачу правильного использования пространства музея. А с городом дело обстоит еще сложнее. Ведь на плечи скульптора ложится огромная ответственность. Я закончила факультет монументальной декоративной скульптуры. Он подразумевает работу с пространством именно в интерьере. В экстерьере, не в интерьере, не камерная, не станковая скульптура, а для улицы. И поэтому с самого первого времени, ну первых лет обучения, нас ориентировали на пространство, в котором будет жить, стоять, работать, произведение. Поэтому вначале идет... Все начинается, конечно, с темы. После этой темы указывается место. С этого момента начинается самый интересный, полный творческих поисков этап работы. Как нас учили наши любимые педагоги, надо жить, спать, дневать, ночевать, есть на этом месте. Понимаете? Чтобы войти максимально в это пространство. Понятие пространства, скорее город, а у нас, скорее, пространство очень дорого, нам близко. Потому что тут очень много слагаемых факторов. Земля, небо, окружение, есть растения, есть какие-то сложившиеся узлы, отношения человеческие, уже пребывающие вот в этом узле, как мы говорим. В пространство Нижнего Новгорода Татьяна Холуева вводит знаковые фигуры, определяющие смысл и историческую судьбу города. В непрерывно меняющийся облик города Татьяна Георгиевна старается внести нотку зрелого постоянства. Герои ее скульптурных композиций чаще всего личности, в свое время повлиявшие на ход истории. Например, Александр Александрович Андронов. Советский физик, академик, создатель теории автоколебаний. Мало материала было, очень мало материала. Совсем мало материала, но никакого. Я его не знала. Знала, что очень хороший фильм, все остается людям. Прототип, который Черкасов играл ученого, это был Андронов. Но чего-то как-то что-то сложилось, и потом кто-то принес из домашних альбомов любительских. Он же крупный был, высокий человек такой, да, демонстрация первомайская. И он так выше всех, и голову так повернул, три четверти, пойти, думаю, ой, 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 я увидела его лицевой угол. У нас очень много значит понятия лицевой угол. Портрет строится по лицевому углу. И портрет Александра Александровича был построен. Мемориальная доска заняла свое место на улице Ульянова, где она находится до сих пор. Люди науки еще не раз станут темой новых произведений скульптора. Их образы Татьяна Холуева вводит в городское пространство, каждый раз находя точное, соразмерное решение. Один из таких портретов – женский. Мария Тихоновна Грехова, ученая с мировым именем, давшая старт Нижегородской радиофизике. Мне здесь было проще. У нее очень хорошие были фотографии. Мне родственники давали фотографии, сотрудники. Это ближе к нам. Время идет. Облик города меняется. Меняются и его герои. А скульпторы создают свои работы на века. Поэтому только пребывая с городом в совершенно особых отношениях, только чувствуя его и сознавая ответственность, можно создавать образы и закреплять их в бронзу, мрамор, гранит. Продолжаем тему памятников и великих имен. Ее мы начали сегодня с полярника профессора Николаева. В селе Великий Враг на Волге сохраняется старинный дом Николаевых. Кстати, очень интересный дом. В нем берегут живую память об этом удивительном человеке. Смотрим сюжет Юрия Немцова. Можно изучать историю по учебникам, книгам, кинофильмам, а можно своими ногами. В 20 минутах ходьбы от Кстова находится село Великий Враг. Мимо него ходил наказание Иван Грозный. В этом селе стоит дом, в котором жил знаменитый изобретатель, конструктор, путешественник, первооткрыватель полюса недоступности Аркадий Федорович Николаев. А сейчас живет его сын, хранитель истории этой удивительной семьи. О, какой красавец! Дом сторожит серьезный овчар. Его держат на улице. А его дружок, ласковый Макс, живет в тепле, при хозяине. С ним мы поговорим чуть позже, а сейчас несколько слов о самом доме Николаевых. В 1914 году в селе Великий Враг Федор Ефимович Николаев построил удивительный дом. Это сруб 6 на 12 из толстых бревен. В центре русская печь. Здесь была перегородка, даже остались следы на потолке. Через эти окна еда подавалась на балкон. Балкон – это дань дачной традиции, потому что Великий Враг – это было всегда дачное село. Теперь идем в следующую половину. Русская печь как бы делит этот сруб на две части, и это уже совсем другая часть. Ну, усадебная, такого городского стиля. Здесь чувствуешь себя сейчас как в музее, потому что действительно это музей. Ну, а раньше это был дом. Дом, в котором родился, из которого ушел в большую жизнь Аркадий Николаев. Что касается судьбы Аркадия Николаева, то он после войны полностью посвятил себя науке. На базе Индустриального института он возглавил опытно-конструкторское бюро по разработке льда, снега и мерзлого грунта. Он создал около 40 принципиально новых машин, которые стали первыми взломщиками мерзлоты Советского Союза. До них вечный лед знал только динамит и кирку. За одну из них, бурильную установку на базе ГАЗ-67, он был удостоен Сталинской премии. В 1958 году Аркадий Николаев возглавил научно-исследовательскую экспедицию, которая впервые в мировой истории достигла полюса недоступности Антарктиды. Сегодняшний выпуск программы «Строй! Заканчивается». Говорили о смысле и красоте, о замечательных нижегородских людях. Пусть этого будет больше в вашей жизни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова